Почти 6 тысяч выпускников республики сегодня сдавали второй обязательный государственный экзамен по математике. В этом году на написание тестов школьникам дали 3 часа 55 минут вместо 4 часов. Сокращение времени ЕГЭ, требования санитарных норм и правил. На экзамен школьники могли взять только ручку и линейку. Для получения оценки удовлетворительно им нужно набрать минимум 24 балла. В республике с размахом отметили День защиты детей. Во многих муниципалитетах прошли концерты, соревнования, традиционные парады колясок. В Ижме в этот день открыли детскую площадку. В Воркуте школьники разрисовывали иномарки. В Инте провели флешмоб, в Усинске соревновались юные велосипедисты. А в Сыктывкаре наш телеканал провел благотворительный проект «Юрген детям». Елена Кунонова обо всем подробнее. Центральная площадь Воркуты в День защиты детей превратилась в пестрый ковер. Школьники и воспитанники детских садов мелками рисовали на асфальте горы детства. Алина Ивлева работает гуашью. Говорит, ее задумку показать можно только яркими красками. Мы решили, что нужно уточнить, что это к 73-ю городу, на заднем плане шахты, потому что наш город обязан своему рождению открытие угля. Посередине у нас озеро, это как бы главный центр развлечения в нашем городе. А на переднем плане дети, которые обнимают свой огромный мир Воркута. Здесь тоже соревнуются юные художники. Только вместо асфальта дорогие иномарки, а вместо кисточек нежные пальчики, чтобы кузов авто не поцарапать. Мы здесь рисуем на машинах, я вообще обалдела. Они все такие дорогие, я не представляю, как это возможно. Я просто первый раз на них рисую, у меня вообще такой шок. Впрочем, самих хозяев автомашин такая аэрография не пугает. Не могу сказать, что это жертвы. Гуашь, как бы ничего страшного для машины не сделает. Ну, детям заодно приятно. Ну, пускай праздник же детский. А это примеры тюнинга уже детского транспорта. Парады колясок в День защиты детей прошлись по улицам многих муниципалитетов. В Вижме дефилировали трактор, бабочка на цветке, красная шапочка и даже домик из всеми любимого мультфильма «Маша и Медведь». Конечно, вместе с главной героиней. Маша и Медведь! Пока малыши демонстрировали свой нарядный транспорт, ребята постарше сажали елки и открывали спортивную площадку. Действительно, площадка. Теперь там можно проводить такие мероприятия, соревнования или просто на колясках погулять, посидеть. Скамейки будут поставлены. Я думаю, что у нас теперь уже есть летний парк. В Устинске в день праздника уже по традиции провели велогонки. На старт вышли спортсмены в возрасте от 3 до 10 лет. После определения победителей и вручения подарков дети пускали мыльные пузыри – символ беспечного детства. А какое у тебя настроение? Хорошее! Я тут веселился, танцевал, игрался. Тут было очень много всякой прелести и добра. В винте главным событием праздника стал зажигательный флэш-моб. В Сыктывкаре 1 июня праздник зажгли наши коллеги. В Кировском парке в 10.30 утра стартовал благотворительный марафон «Юрган детям» уже четвертый по счету. Сегодня мы собираем средства на приобретение специального оборудования для физиотерапевтического кабинета детской республиканской больницы. Давайте сделаем так, чтобы наши детки выздоравливали быстрее. На сцене выступали творческие коллективы, а на площади развернулась ярмарка с поделками мастеров коми. Горожане могли приобрести для себя подарок и помочь собрать средства для детской больницы. Мне хочется подвести какие-то промежуточные итоги, потому что окончательные итоги еще рано подводить, потому что люди подходят, покупают. Судить по тому, что ярмарка имеет успех, можно потому, что вот уже прогалены появляются. Все было заставлено изделиями рук мастеров, маленьких, взрослых. И видно все это по копилочке. Копилка пополняется очень интенсивно. Марафон продолжался два часа. За это время горожане собрали 15 тысяч рублей. Я считаю, что это очень хорошие цифры, потому что это не только деньги, это огромный труд, вложенный детьми, взрослыми, для того, чтобы создавать поделки. Тепло вот этих рук – это неоценимо. В конце марафона дети и родители загадали желание и пустили в небо огромный шар со словами «Да здравствует лето! 2013!» Пять, четыре, три, два, один! Пуск! Ура! Елена Кононова от Телефицита.